I have ways of blowing things off. Защиток такой. Панель управления шлюзом. А, понятно. Ну, то есть шлюз-то заклинило, если чё. На панели управления не хватает нескольких лампочек индикаторов, а из пустых отверстий торчат оголённые провода. Посередине панели большой рычаг, а под ним маленькая металлическая табличка. Хм, интересно. Давайте посмотрим, что за табличка-то. У меня курсор заело, неплохо. Обычно с этой панелью можно закрыть шлюз и перейти по нему на этот берег, но теперь канал перегородил упавший рекламный щит. Самарийское масло и рычаг, наверное, не сработает. Перевести рычаг вверх. Ты перевёшь рычаг в верхнее положение, и металл щелчком замыкает контакты. Ты слышишь некромкий лязг, а потом... Ничего не происходит. Ну, хорошо. Поднажать сильнее. Ничего не происходит, и некоторое время в воздухе висит тишина, которая нарушает холодный порыв морского ветра. Ммм, хмыкает себе под нос лейтенант, наблюдая за твоими действиями. Ну, отпускаем рычаг. Пружина возвращает рычаг в нижнее положение. Тебе всё ещё нужно закрыть шлюз, чтобы перейти канал. Только так и не иначе. А! Только как-то иначе. Я понял. Разве тут не было таблички, гласящие, что шлюз починят в среду утром. А у нас... Какой день? Ещё раз перевести рычаг. Продолжить. Отпустить. Да, я понял, хорошо. Пойдём. Так, погодите, ребят, минуточку. Пришлось перезайти в игру, потому что... Чёрт, я перезашёл в игру и дядька, который здесь находился, он, видимо, ушёл спать. У меня просто курсор завис. Так, ПДД расследовать и закройте шлюз в среду. То есть до среды у меня есть время побыть здесь. Хорошо, давайте зайдём ещё вот сюда, если это открыто. Посмотрим, что здесь происходит. Достигли лимита. Наркотики повышают лимит, но они вредны для здоровья. Кто бы мог подумать. Тут есть, оказывается, лимит для навыков. Какое-то устройство, древний кассовый аппарат. Это у нас... Ох, как тут интересно-то. Бюст женщины. Надпись на табличке проста. Дэи. В темноте крутится кинопроектор. Какое местечко-то? В основном военная форма, но есть и парочка более экстравагантных предметов одежды. Я бы подошёл. Вешалка с поддержанной униформой. О, среди всей этой одежды выделяется одна очень большая красная футболка с мощным принтом. Вот как? О, да. Понюхать. Ну-ка. Пахнет ношным хлопком. Мне кажется, застарелым потом. Ношный хлопок с нотками большого... Блошиного рынка или мусорного ведра. Нюхать можно, говорит продавец. Это, кстати, он, да, стоит в такой штучке. Но, пожалуйста, ничего не меряйте. Ещё не хватало вашего фотонного излучения на вещах, которые вы всё равно не купите. Что это за мужик на футболке? Это человек из Хельмдаля. Да, который уходит из своей горячей деревни. Полагаю, я должен знать этого человека из Хельмдаля. Но недавно я потерял память. Так, теперь мне нужна помощь, чтобы вспомнить самые основные факты мироздания. Что? Я сказал, что... Ладно, проехали. Расскажи мне ещё про человека из Хельмдаля. Человек из Хельмдаля — это герой серии популярных ник. Их действия разворачиваются в вымышленном мире, вдохновлением для которого стала Катла, в основном в тех местах, где сейчас Арда. На самом деле... Он наклоняется к тебе ближе. Большинство людей уверены, что на самом деле Человек из Хельмдаля не существует. Но они ошибаются. Но Хельмдаль — это не настоящее место, поднимает бровь лейтенант. Так же, как и Человек. Не настоящий Человек, конечно. Но и Человек, и Хельмдаль были... ...онтологически необходимы. Он осекается. Впрочем, об этом не имеет смысла спорить. Ого, что он несет? Погоди, то есть Человек из Хельмдаля реален? Я хочу сказать, даже если никого Человек из Хельмдаля на самом деле не существует, до выхода книги... Не существовало до выхода книги, то теперь он живет в историях. Все очень просто. Ну, теоретически, с этой стороны, то есть он живет на страницах книг, теперь существует такой персонаж, и он реален. Хотя Человек не реален, а персонаж реален. Тут я понимаю, да. Ну, ладно, без энтузиазма, произносит он. Я слышу в вашем голосе скепсис. На самом деле, это не так сложно. Нужно просто хорошо понимать законы, причины и следствия. Кроме того, я сам бывал в Катле. Наверное, в Катле, а не в Катле. Хотя так далеко на севере, где должны быть, Хельмдаль не забирался. Я своими глазами видел северные окни, раскинувшиеся по небу. Там уникальные энергетические потоки. Он и к лучшему... А ну и к лучшему, ведь Хельмдаль не настоящее место. Соответственно, он никак не смог бы туда попасть. Его теорию нельзя назвать противоречивой, но ее логика свидетельствует весьма необычной нервной активности. Любопытно. Сколько за футболку? Два реала. Этенант приподнимает брови. Так дешево, это все равно, что даром. Может, просто отдашь ее за даром? Он хмурится. Но почему? Потому что я полицейский банкрот... Полицейский банкрот без гроша в кармане. Может быть, я смогу рассчитаться как-нибудь еще? Второй вариант. Это прям, не знаю, страшно такое предлагать человеку, за футболку затворяло. Ну, давай вот так. Я торгую товарами, а не услугами. Грубая сила. Трепет. Но минус авторитет. Положить футболку. Если честно, я за ней просто вернусь потом. Это же не страшно, я думаю. Спиленный уличный фонарь. У тебя в лавке. Спиленный фонарь. Среди различных торшеров и настольных ламп стоит обычный мартинесский уличный фонарь. Посмотреть на него. Фонарный столб аккуратно спилен, а провода переделаны, чтобы использовать стандартную домашнюю розетку. Лампа тихо, но настойчиво жужжит. Получится отличное украшение, задающее тон всей гостиной. Грубо говоря, да, наверное. Он выглядит элегантно. Это что, уличный фонарь? Да, офицер. Как видите, он до сих пор отлично работает. Кажется, что он расслабился, но каждое его слово тщательно выросло. Он хочет показать, что ему скрывать нечего. Где ты его взял? Его принесли мне, чтобы переделать. Кем наклоняется к тебе, чтобы продавец его не слышал? Мы здесь не для того, чтобы расследовать кражу муниципальной собственности. Он делает паузу, осматривает фонарь и добавляет. Но надо признать, что они с ним сделали весьма умно. И сколько за уличный фонарь? 700 реалов. Смею заметить, это очень выгодная сделка. Они на каждом углу стоят. Он скажет, так пойди спили. Даже учитывая то, что тащить с улицы фонарь рискованно, цена все равно крутовата. Я могу реально купить его за 700 реалов? Фига себе. Вы забывайте о новой проводке, но самая важная трансформация заключается в том, что я поместил фонарь среди обычных домашних светильников, что поменяло его морфологическое поле. Его свет стал пригоден для домашнего использования всего несколько дней назад. Ну и да, я узнал об этом фонаре. Реально узнал. Да фонарям нет! Ладно. Витрина с безделушками. Ты видишь отряд игрушечных солдатиков, охраняющих остальные разложенные на полках безделушки. Некоторые из них верхом, некоторые в лохмотьях, а некоторые в ярких синих мундирах. Все выглядит стойким и несгибаемым в служении долгу. Синие мундиры. Тот дедок из прошлой серии тоже был в синем мундире, да? О, 83, высокие шансы. Нарыть поистине крутую фигурку в коробке. Ну-ка. Спасибо, игра! А это что такое? Безголовый человек, который скачет на лошади? Всадник без головы в футуристической спортивных штанах с надписью Фаун? Что это? Показать фигурку. Это всадник фаун без головы. Кто? Всадник фаун без головы. Городская легенда о человеке, который скачет по улицам Ревашоле в спортивном костюме фаун. Как видите, у него нет головы, и он показывает на безголовную фигурку. 50 сантимов. Выгодная сделка. Я добавлю маленькую шапочку. Он вроде бы ее ищет или что-то такое. Эту часть истории все рассказывают по-разному. Я бы на самом деле купил бы за 50 сантимов. Он потерял шапку вместе с головой. Может, он все-таки ищет голову? Посмотреть рыцаря. Ну-ка. Могучие воины на больших лошадях одеты в пластинчатые доспехи, вооруженные кремниевыми ружьями. Такие в одно мгновение ока сметут строй вражеских солдат. Это франконегрийская кавалерия, верно? Фигаси, я экспо получил. Да, когда-то... Ты мне, кстати, Ким отвечает. Когда-то к своим франконегрийским рыцарям я относился очень серьезно. Он глядит на пыльные фигурки в тусклом свете. Солдатики в синих мундирах. Они не полностью синие. Фигурки одеты в золотые плащи и фуражки, а штаны у них ярко-оранжевые. Они стоят в разных позах и вооружены мечами и ружьями с примкнутыми штыками. Это похоже на Рене, старика, на который вечно играет в мин... Да, 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 да. Да, так выглядели лоялисты. Он разглядывает фигурки. Поначалу... Поначалу. Потом они поумнели и раздобыли камуфляж. Ха-ха-ха, да. Невыгодно воевать в яркой одежде. Это солдаты... Роялисты. Которые? Роялисты, роялисты. Продавец выглядывает из своей стеклянной будки. А, эти? Да, они. Как по мне, раскраска алиповатая, но детям нравятся яркие цвета. Солдатики в лохмотьях. Грозный вид у солдатиков не предполагался. У некоторых есть ружья, но большинство вооружены только пистолетами, а некоторые даже лопатами и длинными палками. Ну, к фигурке. Вы, вероятно, говорите о революционерах, отзывается человек за стеллажом. За стеклом. За стеллажом. Да, это солдаты. Солдаты-революционеры. Думаю, их бедность подчеркнута намеренно. Когда ставишь их рядом с роялистами, невозможно представить, что они могли победить. Думаю, должно вселять в людей надежду, даже мы на это способны. Такой контраст приводит к унынии. Как должно быть никому не устоять в сражении с воинствами капитала. Можешь спросить моего друга Гарта. Было бы здорово, будет тут чуть больше нюансов. В таком виде комментировать тут нечего. Ой, я себе восстановил. Так, я, пожалуй, куплю себе вот этого всадника. Я не знаю, зачем он мне, но, блин, за 50 сантимов я куплю. Спасибо. Я говорил, что эта фигурка должна приносить удачу. Всегда носить ее с собой, ухмыляется он. Серьезно, если она будет приносить удачу. Хорошо, отойти. Предметы. Фигурка всадника без головы. Кстати, я могу ему, наверное, может что-то продать, что ли? Неплохо. Пластика, фаун, голова в набор не входит. Что логично. Так, еще вот про это интересно узнать. Полка с магнитолами. Магнитофоны на полках выглядят ухоженными, но повидавшими виды. Потертые бока. Покоцанная пластмасса. Они смотрят на тебя не мигающими глазами своих катушек. Ставят на цыпочки, чтобы рассмотреть. Один магнитофон особенно притягивает взгляд. Темно-золотистый янтарный пластик. Большая крепкая ручка сверху. Классический кассетник с надписью для стерео 8. Увидеть только, что он работает, прежде чем покупать. На самом деле, я хочу узнать, сможет ли это пригодиться в полицейской работе. Да, вот стерео 8. Да, с 12 дней, спасибо. Это Херман Вуши W02, сделан в Веспере, разработан в Соле, отвечает он. Проигрывает все форматы катушек 2 мм, 8, 12. Тут даже небольшой приемник есть. Я за него прошу 12. На самом деле, я хочу узнать... Так, ну-ка, давай вот так вот. Если полицейская работа подразумевает воспроизведение записи, то да, конечно, вы можете его для этого использовать. Или просто, чтобы поставить пленку. Это полезно. 12 риалов, кстати, не такая уж и цена. Само собой, я лично тестирую каждый из них, ставя записи голосов, найденных звуков и музыки разных жанров. Хотя, нравится... Хотя, кривится он... Я не так уж и люблю музыку. Странно. Почему ему нравится музыка? А почему, в самом деле? То, что записываю сам. Звон столового серебра в ящиках, когда мимо проезжают мотокареты, ночные животные, что карабкаются мне на крышу винты, аэростаты и все такое прочее. Что же ты тогда любишь? Вот то, что он любит, звуки. Может, тебе тоже забыть про музыку и заняться более экспериментальными звуками, про которые он говорит? Не, все, спасибо. Давайте мы с ним поболтаем. У нас 27.44. Блин, время поджимает. Уже скоро спать идти. Ко мне в ломбард не часто заходят сотрудники РГМ. Человек за стойкой не спеша поворачивается к тебе. Чем я могу служить, спрашивает он. Покачать головой полиции в этих районах не хватает критически. Это настоящий позор. Ну, теперь РГМ здесь. У тебя в последнее время были какие-то неприятности? Ну-ка, давай вот так вот. О, нет, вовсе нет. Широко улыбается он. В последнее время у меня не так много покупателей из РГМ или нет. Кто к тебе обычно ходит? Сюда приходят самые разные люди. Местные путешественники, люди в поисках выгодной сделки, люди в поисках сувениров, люди, которым до смерти скучно. У меня тут широкий выбор товаров. Каждый найдет что-то по душе. Да блин, магазинчик просто офигительный. Я обожаю под таким шарашком бегать. Так, да, достойная коллекция. Типичные безделицы. Если честно, я думаю, что некоторые из товаров ты подносишь палец к губам чуть менее безвкусны, чем другие. Не самый лучший бизнес-план. Нужно определить специально... Ну, достойная коллекция. Мне так веселее, говорит он, и вновь переключаюсь на игру света и тени на стене за своей спиной. Хочу кое-что продать, блин! У него можно вещи продавать. Хорошо. Рой, что торчит. Если да, то на чем? Да! Успех! Внутри разливается тепло. Ты очарован движением света, и разум бешено несется вперед. Везучий гад. Он на... Пиралидоне. Эту дрянь не найти просто так на улице. Пиралидон? Что это такое? Электрохимия. Средство, которое разработали военные для лечения и профилактики лучевой болезни. А у него периодически побочные эффекты. А еще глаза от него становятся желтыми. Поэтому ты в очках, дружище. Хе-хе-хе-хе. Так. Уважаемый, будьте добры, снимите очки. Я должен проверить ваши... Хе-хе-хе-хе. Давай вот так. Это еще почему? Он отшатывается от стекла, но быстро берет себя в руки. Они мне прописаны, я без них ничего не вижу. Совершенно очевидно, что вы находитесь под воздействием наркотиков, уважаемый. Не обсуждаю, мне просто интересно. Я сам его горстями жрал, пока не потерял память. Хе-хе-хе. Спокуха я свой. Просто хочу закинуться там тем же самым. Какое оставить тему? Совершенно очевидно, что вы находитесь. Вот, да-да-да. Он хмурится. Пиролидон. Я просто, знаете, когда взорвался народный котел, он кашляет словно в подтверждение своих слов. Я был в аварийно-спасательной бригаде. Мне пришлось принимать его от лучей и болезней. Он и сейчас его принимает. Но уже не от физической, а от душевной боли. Понятно, ты просто не смог слезть с него. Что за народный котел? Дурная идея. Бедные леваки построили радиозатопный генератор, чтобы обеспечить дешевым электричеством малоимущие семьи. Но случилась авария. Радиация была повсюду. Вам тоже наверняка досталось. Народным котлом называют радиозатопный термоэлектрический генератор U-типа. Сразу же после запуска на нем произошла авария, которая привела к выбросу радиоактивных отходов в реку... Эм... 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 Я думаю, что народным его называют, потому что он вырабатывал дешевое электричество. Его строительство началось во время Ревашольской коммуны. После падения коммуны стройку продолжил народ. Западный Ревашоль нуждается в источнике дешевой энергии. Нужно ли говорить, что все пошло не так? Из-за чего случилась авария? Поломка аварийного клапана привела к тому, что под давлением пара произошел взрыв турбины и утечка ядерного топлива. Причиной катастрофы стало сочетание недочетов конструкции и недостаточного финансирования. Расскажи об этой спасательной бригаде. Он показывает на белый треугольник на своем оранжевом рабочем жилете. Мы все были добровольцами на самоуправлении. Пытались помочь пожарным сдержать распространение загрязнения. На его нашивке изображены лучи гаммы радиации, перекрытые красной каплей крови. Я с детства жил у реки Эсперанс. Я не мог позволить просто так загаять ее, даже не попытавшись хоть что-то сделать. Но что могли сделать добровольцы? Мы потеряли годы жизни, копаясь в речной грязи, и заработали годы болезней. Он глядит на окружающиеся огни и замолкает. Устранять радиоактивное загрязнение должно быть непросто. Он отвечает не сразу. Не просто так все стараются забыть о случившемся и даже не пытаются восстановить или перестроить котел. Столько разочарований и ранних смертей, по большей части, от рака. И мы знали, что всего этого не избежать, хоть и старались максимально устранить загрязнение. Кто был виноват в аварии? Никто. И все. Он со вздохом качает головой. Собрались бедняки и сколотили себе примитивный ядерный реактор, надеясь на лучшее. Как вы думаете, что из этого могло получиться? А как ты открыл ломбард тогда? Отчистка была 15 лет назад. Я тогда был еще пацаном, а потом померла моя двоюродная тетка. И оставила мне эту хибару и весь хлам. Так что я переехал в Мартинез. Люди меня отговаривали. Все твердили, что это помойка. Я им отвечал. Люди, у нас тут еще реактор расплавился. Любой на моем месте свалил бы подальше от Фабура. Пусть в тот же город, но все же. Он пожимает плечами. Спасибо, что рассказал. Я больше люблю теории, а не истории. Пожимает он плечами. Движение вперед, а не воронки вихрей. Да, уже вихри тебя закрутили, мужик. Так, что-то олихачек. Да, вот. Он же по твоему ломбарду, скорее всего, проехал. Разъезжает? Простите, офицер, я не вожу мотокарету. Вот, и ты не слышал, как он проехался по твоей крыше? Знаете, если подумать, то я ночью слышал грохот, словно какой-то электрический вихрь обрушился на мою лавку, а потом двинулся дальше. Это, конечно, поможет сузить список подозреваемых. Ага, выходит, ты понять не имеешь, кто был за рулем? Джейкоба Ирва запросто можно принять за электрический. Ну-ка. Он медленно качает головой. Понятно. Возможно, поможет нам с расследованием. Это вряд ли. Но если хотите что-то спросить, попробуйте. Я попробую... Спрашивайте, я попробую ответить. На недавнем повешенном. Вот. Я стараюсь держаться подальше от всякого рода жестокости. Это плохо и для меня, и для дела, и для всего остального. Он ничего не знает. Ну ладно, больше ничего нет. Кстати, случайно нету пистолета. Вроде как носят сотрудники гражданской полиции. Может кто-то ему принес... Может я ему и сам продал свои... Нет, но он бы вел себя по-другому, если бы он меня знал. Вот. Сегодня ко мне заходила женщина и задала тот же самый вопрос. Я продал ей пистолет. То, что вы заложили... То, что вы заложили пару дней назад. Я к нему приходил. У тебя мой пистолет. Ах ты... Ах! Черт, нет! Женщину. Так. Да, 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 да. Это ломбард. И вы, кажется, вправду уже встречались. Боже. Я вот как раз подумал, встречались ли мы раньше. Лейтенант беспокойно переименается на Геннадию. Покупательность тоже. По крайней мере, теперь я знаю, как лишился оружия. Так. Я заложил. Вы... Вы всеми силами старались от него избавиться, офицер. Он начинает... Он отвечает не сразу. Говорили, что недостойный носить служебное оружие ревашульской гражданской милиции. Я не люблю долго держать все оружие. Фотонное излучение от него зашкаливает. Нездоровое. Покупательница кто была? Она не была похожа на копа, хотя все время называла себя мусоркой. Мусоркой. Мусорка. И это было довольно странно. И интерес к пистолету напоминал одержимость. Но я был рад, что от него избавился. И от нее тоже. Если честно, она меня здорово напугала. Позвольте мне прояснить ситуацию. Поворачиваться к тебе, лейтенант. Вы продали свое служебное оружие, выданное гражданской милицией. Теперь кто-то ходит с ним по улице Мартинеза? Ну, выходит, да. Надо еще свое удостоверение тут поискать. Может быть, она самостоятельно борется с преступностью? Хочет доказать, что может делать? Мне это тоже не нравится. А что, если она собирается совершить преступление и свалить все на гражданскую? Вы правы, она может бросить тень подозрения на нашу организацию. Мы должны ее отыскать. Он взволнованно оглядывается. Где я ее могу найти? Прошу прощения, офицер. Но не знаю ниоткуда она пришла, никуда она правилась. Это как искать иголку в стоге сена. Сейчас ты ничего не сможешь с этим поделать. Остается надеяться на то, что когда-нибудь ты наткнешься на нее по счастливой случайности. Погодите. Женщина. Какие у нас есть женщины? Есть девушка в комнате рядом с нашей. Есть мамаша из книжного магазина. Есть женщина с яхтой. Есть девушка-художница. Блин, у нас все персонажи женщины. Женщина-риэлтор. Женщина-уборщица. Офигеть! Ладно, надо будет об этом подумать. По крайней мере, теперь я знаю, да. Я хотел спросить о своем пропавшем пистолете. Снова, да? Какая разница? Спасибо за напоминание. Давай-ка угости-ка меня. Вы уж когда-нибудь пробовали? Лейтенант отходит в сторону, изображая заинтересованность каким-то хламом в витринах. Похоже, что он не хочет во всем этом участвовать. Он не станет тебя остановить, но и в восторге не придет. Кажется, я как-то раз пробовал, и мне понравилось. Вот, держите. На раскрытой ладони он протягивает тебе большую плоскую банку. Выглядит весьма необычно. Вообще-то я передумал. Так, взять... Ого. Хорошо. Внушение. Мы тут... Мы тут приглядывали за тобой изнутри, и теперь знаем твой... Копотип. Ого. Стоп, есть какие-то копотипы? Так, ладно, и кто же я? Угадай. Ладно, крутой коп. Коп при... Коп при пушке. Жалкий коп. Я, к сожалению, не уверен. Давайте вот так. Да, ты жалкий коп. Коп, которому всегда что-то... Чего-то жаль. Ну что, сделаем это официальным статусом. А какие есть еще... Другие копотипы не будут завидовать? Ну-ка. Ну, коп апокалипсиса, коп суперзвезда. Особенно интересный коп жидкая тень. Особо интересный коп-коп жидкая тень. Но ты для такого слишком жалок. Так что, вот. Так, а другие не будут завидовать? Что? Завидовать? Жалкому копу, думаю, не переживут. Не волнуйся. Прекрасно переживут. Все будет отлично. Ты всегда сможешь взять... Мультикопотип и стать не только жалким. Я не хочу соглашаться. Я передумал. Да, конечно, через пару минут опять начнешь сожалить обо всеми подряд извиняться. Зачем терять время? Отдайся... Отдайся... Отдайся покаяния уже сейчас. Нет, неизвестно, не жаль, отвали. Ой, ничего себе! Может, мы все-таки ошиблись. Так, закончить беседу? Ну-ка. Так, а приемник, кстати. Да. Ну-ка. Раннее утро. Мир еще темно-синий, искры освещают ее лицо. Изящная композиция треугольников. Улица словно становится длиннее, как в кино, когда раздвигается пространство. Ты чувствуешь что-то в воздухе, когда стоишь и машешь в ответ ее фигурки, которая становится все меньше и меньше. Что-то, что всегда было здесь. Огромный прозрачный мир. Нежность, которую ты испытываешь. Призрак Ревашоли между вами. Передающий ваши сигналы священный посланник. Так. Трепет. Синдром третьего. Так. Бонусы мыслей. Это все рабочие, я же так понимаю, бонусы. Ну, я на это надеюсь. Хорошо. Что у нас? Инструменты. Перелидон. Или как он там называется? И алкогольный напиток. Так. И что у нас тут решилось? Найти пистолет. Ну, он какой-то... Продолжайте пистолет. Продолжайте поиски. Может, кто-то знает. Хорошо, чувак. Я думаю, мы с тобой и обговорили. А-па-па-па-па-па-пам. Блин. С напарником надо поболтать. Он хочет тут сказать нам. Ну-ка, дружище. Быть может, закончим на сегодня. В это время года ночи все еще безбожно холодный. А, отправлю себе номер. Лейтенант кивает. Завтра утром продолжим с того, на чем остановились. Завершить беседу? Да. Видимо, нам пора ложиться спать. Давайте я еще в гостинице, может быть. Нам нужно поговорить... О-о-о-о, стой. Великий город Ревошоль мокнет под дождем. Капли падают с карнизов и стекают в канавы, смывая грязь. Фига себе, меня отдалило. Должно быть, пришла весенняя оттепель. Снег тает. Что я делаю? Ты смотришь на небо. С головного гора стекает холодная вода. Что я вижу? На сером небе словно огромные военные корабли, друг с другом столкнувшиеся тучи. Сверху льется дождь. Что я чувствую? Рубашка прилипла к груди. Рукава диска блейзера намокли и стали тяжелыми. Холод пробирается под кожу. Ты дрожишь. Игора дрожит вместе с тобой. Ты одет не по погоде. Нужно рожиться плащом. Или пальто. Дождевик. Я понял вас. Что на западе? Полосы дождя над водой. Лестница, уходящая в океан. Волны одна за другой омывают побережье Мартинеза. Моторные лодки и тихо покачивающиеся... Покачивающийся тростник. Развалины наполовину затонувшего морского форта осыпаются в бухту. За заливом Ревошоли в небеса поднимаются призраки. Призраки. Кто вы? Небоскребы, дельты, финансового района. Из офисных окон сочится тусклый золотой свет. Что видно ниже по побережью? Городская прибрежная зона. Дождь стекает с извеч... Из... Вей... Чнито... С каких крыш, блин? Из вечнитовых. Ёпоросты. Остатки шлакоблока незаконченных построек. Заброшенные здания научных исследований и разработок. Захваченные когда-то революционерами. Над водой на сваях стоит старая деревянная церковь. А дальше... Коул стрит. Куда стекаются все дороги. Провести рукой по мокрым волосам. У тебя на голове гнездо жирных волос. Присыпанных пеплом местных угольных электростанций. Где-то вдалеке в небо поднимаются столбики дыма. Что на востоке? На углу стоит фритте. На прилавке у окна лежит дождевик. Свернутый маленьким треугольником. За магазином собрались штрейкбрехеры. Огромные ворота грузового порта закрыты. У тебя за спиной пробегает холодок. Ты содрогаешься словно зверь, который пытается стряхнуть капли воды со своей шкуры. Сжать зубы, чтобы перестать дрожать. Передернуть плечами. Ты держишь их плечами и опускаешь взгляд вниз. Грязная дождевая вода, словно вены на снегу, покрывающими площадь. Ты осознаешь, что стоишь босиком. Ноги покраснели от холода. Я же в туфлях, погоди. Лейтенанта беспокойно косится на твои ноги. Капли дождя стекают по его очкам. Промолчать. Тождь продолжает лить. Так, север. Жилокомплекс Кейпсайд. Многоквартирные дома жмут друг к другу, все еще храня пули калибра 4,44 в своих истерзанных войной каменных стенах. Лестничные пролеты разрушены снарядами и давным-давно проиграны войне. Больевые веревки, мокнущие в пустую под дождем. Слышны звуки радио. Вечерние новости. А ближе? Двор. Дождь поливает крышу сарая. Угольные разводы в лужи под ногами убитого. Распухший труп раскачивается на дереве. Капли дождя касятся по его холодным щекам. На юге. Пробка. Так, юг у нас значит... Там, хорошо. Значит, когда чувак говорил дальше на юге, он имел в виду в сторону пробки. Ладно. Дождь барабанит по крышам машин. Запертые внутри водители наблюдают, как вода стекает по лобовому стеклу. Статуя короля содрогается, ему тоже холодно. Мост через канал поднят. Что на другой стороне? Дорога идет вверх, шоссе поднимается по насыпи, огибая гетто. За бетонными опорами на север распростерлось море крыш. Деревянных конструкций и смолы. Повсюду четырехэтажные строения, залитые дождем. В джемраке тает снег. То есть это все остаточки снега у нас такие. Прикольно. С какого района? Where the hood? Where the hood? Where the hood at? Щеп. Возьми вратуху вдоль, у лес рубят, щепки летят. Почему я здесь, а не там? Чтобы быть в Мартинезе, там, куда никто не ходит, там, откуда вытекает давно позабытый канал с самой белой части города. В него в тени того дня, когда Ревашоль пал. Что я здесь делаю? Стоишь под дождем, смотришь на север, на материковую часть, где раскинулся рок-город Джемрак. С другой стороны, смотреть дальше. Над крышами Джемрака, над съездом в шоссе, едва видна за пленкой непогоды громоздкая переоборудованная фабрика шелка. У час сорок один из густи, сутулившись, мокнет под дождем. Хм, видение расплывается. Ты вытираешь лицо рукой дождь и режешь глаза, заставляя посмотреть наверх и моргнуть. А что наверху? Под покрытием туч, словно привидение, зависли аэростаты коалиции. Там наверху, где небо плачет дождем, тихо вращаются их винты. Теперь ты их четко видишь. Закончить, смысл. Что внизу? Забитые ливневки, старая канализация, затопленная дождевой водой, тайники с оружием времен революции, двери, ведущие в лируем катакомбы, три столетия принимавшие свои объятия благородных мертвецов. Твою же за ногу. Закончить мысль. Лить еще долго будет. Вам бы дождевиком разжиться. К востоку есть фриты. Там можно купить. Да, но он стоит 4, если что. Ну, может, купим завтра. Ребят, а как мне зайти в танцы? Неужели они закрылись после 10? Эй! Черт! Я же заплатил за... О, кстати, а тут можно спать? Градский завод магнитов и чудес У-49. В заторе застрял грузовик. Это большая и тяжелая махина из Града. Неплохо сохранилась для своего возраста. Заглянуть в окно. Стекла чистые. Их недавно помыли. Ты видишь кабину грузовика, а в ней личные вещи водителя. Наклейки, эмблемы. Что за наклейки, эмблемы? Водитель украсил свою кабину изрядной коллекции аксессуаров вполне определенной направленности. Лозунгами о чести, силе и чистоте. Обклеены все панели. Из зеркала заднего вида свисает крупный металлический медальон. Солнце свинцом волнистых лучей. Это символ Ревашоли, похерой, роялистов. Что на заднем сидении? В задней части кабины расположена тесная ниша для сна. Большие пепельницы. Занавески расшиты солнцем и колесами. Твоё внимание привлекает книга с потрёпанными краями. На обложке красуется мускулистый здоровяк. И название гласит «Человек из Хелендаля и затерянный город пигмиев». Ага, понятно. Книжечка. «Расистская националистическая атрибутика», говорит лейтенант, стиснув зубы. «В этой части города обычное дело. Он кивает в сторону дальнобойщика-расиста. Думаешь, что грузовик нашего крутого парня? Да, вероятно. Этот тип гордится тем, что он такой. Тут повсюду это видно. Я у тебя денежку заберу. Так, ребят, это вот вообще сейчас ни разу не круто. Я заплатил за ночевку. Неужели меня не пустят ночевать? Вот это было бы сейчас... Уже так поздно. Ты до сих пор здесь? Ну, я сова. Что тут еще сказать? Широко улыбается она. В этой улыбке кроется жестокость. Самая малость. А, как бы... А, фух. Я могу зайти. До этого мне не подсвечивалось действие. Я думал, что меня оставили на улице. Ну, типа, что у них 22, закрылись все двери и все. О-о-о-о. Я в панике сейчас был такой уже. Так, у нас тут есть ребята, с которыми можно болтануть. В этом мире все завязано на деньгах. Ты уже весь день проспал. Просыпайся. Понятно. Так, девушку в коляске. Не-не-не-не-не. Я не с тобой хотел поговорить. С тобой. Нет, спасибо. Мы уже болтали. Ну, в смысле, ничего нового не появилось в диалоге. М-м-м. Карты. Я увидел в танцах кое-что. В задней части кухни есть таинственная стальная синяя дверь. А, да, та дверь. В ней нет ничего таинственного. Просто дверь. Она... Он пожимает ключами. Ты знаешь, что за ней? У тебя есть... Нет, у меня нет ключа. Я не знаю, как туда попасть. Я не хочу знать. Я не гадал об этом 10 лет. Там, наверное, просто склад. Склад фриты. Или скучная кладовка, полная старого хлама и пыли. Хлама и пыли. Он проводит пальцем по стойке, проверяя наличие пыли на стойке. Он пытается изображать равнодушие. Получается крайне неубедительно. Мне кажется, тебя интересует, что за той дверью. Ладно, хорошо. Чуточку он пожимает плечами. Но работа не оставляет мне возможности гадать, что прячется за одной из двери в одном из кафетериев, которыми я управляю. Так что я ее не открывал. Я ее не открывал. А сотню раз вычищал все здание за животными, но ключа не нашел. Так что удачи. Оказывается, мы с ним не говорили о двери. Это интересно. Я думаю, что мы поговорили. Я сейчас специально дух не лечу, потому что мы скоро лежим спать, я так полагаю. Да, девушку. Постучать. Снова тишина. Коротко коситься. Так. Дружище, как на тебя отпустить спать? Видимо, никак, да? Он же снял свою комнату. Спокойной ночи, лейтенант. Один момент. Нам стоит обсудить ход расследования. Давайте встретимся на балконе. Ладно, пойдем. Ну, мы довольно много чего узнали за один день. Я доволен. У нас один день, получается, длится сколько сейчас? Одиннадцатая серия? Это будет долгое прохождение. Но я вообще ни разу не жалуюсь. Так, снаружи свежо. На мгновении лейтенант умолкает, прислушиваясь к шуму дороги, а затем он зажигает сигарету. Ну что ж, нам следует обсудить наше расследование, но я также вижу, что вам хотелось бы немного освежить память об РГМ, о нашей роли здесь, о ваших правах, прежде всего о сфере полномочий. Не знал, что ты куришь. Я выкуриваю по сигарете каждый вечер, когда я перечитываю свои заметки. Это своего рода ритуал. О, да, он просто невероятно круто выглядит с этой сигаретой. Ха-ха-ха. Ты, помимо всего прочего, этот человек явно наслаждается своей крутизной. Я не хочу брать у него сигарету, но мне кажется, это приведет к какой-то близости. К дружеской между нами. Вот к чему я. Не надо ничего думать. Прошу прощения, но у меня с тобой всего одна. По вечерам за просмотром заметки я курю ровно одну. Хорошо. Как по-твоему, сегодня хорошо прошло? Лейтенант приподнимает брови. Ну, мы даже не посмотрели тело. Однако мы проверили тщательно... Проверили тщательный осмотр места преступления. Это замечательно. Я предпочитаю начинать с осмотра места преступления, а затем уже переходить к трупам. Промолчать и про... Ну, давай вот так вот. Оценка ваших методов не входит в мои задачи, офицер. Я всего лишь указываю на факты. Что же касается показаний, нам не удалось найти представителя профсоюза Эврора Клэра, не говоря уже о том, чтобы взять у него показания. Так что придется заняться этим завтра. Ну, судя говоря, да. Я старался всеми силами оставить порт напоследок, поэтому так и получилось. Мы пытались взять показания у представительницы Wild Pines, но она попросила сначала сделать кое-что для нее. Ладно, пусть будет так. Он поджимает губы. Мне кажется, Джойс знает, насколько все на самом деле опасно. Мы просто обязаны разговорить ее. Если уж Ким так подчеркивать необходимость, значит, на самом деле важно. Помимо всего прочего, сегодня был очень втомительный день. Что это за постоянная беготня? Вы очень много бегаете. Это что, стандартная практика в 41-м участке? Знаешь, не люблю попусту тратить время. Соображаю я быстро, так что и моему остальному организму приходится приспосабливаться. Так, я тренируюсь к длительному забегу. Ааа, знаю, как делать. Я не знаю, почему я так делаю. И что делаю? Так, я не знаю, почему я делаю то, что делаю. Он задумчиво кивает, стукивая пальцем по сигарете. Впечатляющим, если не сказать больше, особенно для человека вашего возраста. Кстати, туфли у вас тоже модные. В них должно быть не просто бегать. Ха-ха-ха! Туфли! Не зря мы их подобрали с самого утра. Так, что с полномочиями? На самом деле, довольно ограниченные. Наиболее часто, наиболее часто сотрудники революционной гражданской милиции реализуют свои полномочия, накладывая штрафы до 1000 реалов на различные нарушения в соответствии с межведомственным регламентом. Так, почему не больше? Основная задача РГМ обеспечить безопасность. На самом деле, это не предполагает никакой роли в экономической структуре ревошоли. Может, повышение? Да, однако, лишь косвенно, ведь граждане в любой момент могут запросить документы из местного участка. Ха! Известно, что сотрудники РГМ берут взятки, хоть они и меньше суммы предписанных штрафов. Он хмурится. Это подрывает доверие к РГМ. Какие еще полномочия? Мы, конечно, можем арестовывать, однако, вместо того, чтобы ввести кого-то сразу в участок, лучше выписать повестку. Это позволяет избежать путаницы и столпотворения. Погоди-ка, а где гарантия, что арестованный явится в участок? Ее нет. Правда, тех, кто не явился в участок, объявляют в розыск, а когда их, наконец, поймают, у них будут меньше прав. Суть демонстрации силы пока что не явившихся было немного. Но это логично, никто не хочет проблем. Понятно, если кто-нибудь закажет сопротивлением, как вы могли понять, из того факта, что мы должны регистрировать совершенные нам убийства, как, например, отмечено у вас в водяных знаках, нам разрешается применять любую необходимую силу, стараясь при этом не превышать полномочий. Ну и судя по тому, что у нас есть оружие, тоже понятно. Погоди-ка, то есть, если я убью кого-нибудь, я при выполнении задания... Погоди, ты убил уже три человека, не надо, у нас там это записано. Что происходит с людьми, которых мы признаем виновными? Мы никого не признаем виновными, мы только арестовываем подозреваемых и отправляем их в суды коллекционного правительства. В Курон и Дельту обвинение обрабатывает наши показания и документы, потому так важно все регистрировать. Он похлопывает по карману куртки, в котором лежат его записи. Что составлять все эти правила? Коллекционное правительство в более общем плане Моралитерн. Коалиционное правительство сформировало РГМ, чтобы восстановить порядок в международной зоне после революции, и мы выполним эту задачу. Теперь мы... Теперь же мы стараемся ни много ни мало поддерживать этот порядок. Он рассеянно смотрит вниз на окно, в котором только что погас свет. Или, возможно, лучше сказать, нам позволили сформировать РГМ. Вопрос в том, кто сформировал РГМ? Жители Ревашоли или коалиционное правительство остается спорным. Промолчать я не знаю. Молчание – самое подходящее решение такой дилеммы. Я потом и промолчал. Что это такое вообще? Моралистический интернационал, крупнейшая в мире политическая организация. Он затекает сигареты. Вы знаете, что это? Он заправляет здесь всем после того, как Ревашоль пал. А если бы не знал, то как бы ты его писал? Это союз левоцентрических и правоцентрических партий во всей зоне Реала. Наше коалиционное правительство лишь одна из множества их проектов. Они также управляют МСП, ЭПИС, большинством межправительственных организаций в мире. Во что они верят? Во что верят? Они Долорианцы. Они верят, что являются продолжателями гуманистического курса, заданного четыре столетия назад светочем Долорес Дэй. Некоторые также говорят о технократии. Те самые некоторые, что считают себя продолжателем гуманистического курса, заданного Долорес Дэй. И у них есть символ? Интересный вопрос. Их символ голубая незабудка. Девиз любовь полагаю, что можно догадаться, как они хотят, чтобы их воспринимали. Любовь, сострадание, самодисциплина. Как что-то доброе и обычное. Как что-то практически не требующее объяснений. Как что-то концептуализация логики и восприятия. Три разные чувства мне подсказывают. Как что-то темно-синее. Такое же глубокое и серьезное, как вечернее небо над головой. Кем была эта Долорес там? Исторической личностью, основателем новой эпохи, он задумывается, вам лучше поспрашивать кого-нибудь другого на этот счет. Для меня субъект гуманизма слишком объективное понятие. Что ты о них думаешь? Моралинтерн это факт. Я стараюсь не высказать свое мнение относительно фактов, пока они не изменятся. Он смотрит на город внизу. А этого, кажется, в ближайшее время не произойдет. У меня есть свое мнение по поводу Моралинтерна. Правда? Лейтенант удивленно поднимает бровь и затем затягивает сигаретой. Белой, тоненькой. Дело плохе, ты показываешь на город. Они нужны нам здесь, чтобы мы могли... То, что они тут сделали, не поддается описанию. Видал, что здесь творится? Никакой это не гуманизм. Пешки, крупнейшие в мире буржуазные организации, эмигранты, либералы... Хе-хе-хе. А если подумать, у меня нет. Так, я думаю, что вот это. Мы блуждаем в так называемых сумерках международного законодательства. Законы за соблюдением которых мы с людьми сходят от МИ. Без них мы лишь вигеланты. Да, вигеланты это плохо. Он кивает. К сожалению, жители Мартинезе видят нас именно в этой роли. По крайней мере, большинство из них, особенно профсоюз. Для них мы вигеланты, боюсь, что сила... Боюсь, это сулит нам сложности при выполнении задач. Он смотрит на перекресток. В его очках отражаются огни перекрестного района. Красные золотые бусинки скользят по шоссе, словно жемчужные по нитке. И восток на запад. Ревашуль возвращается в пригород. Завтра вторник. Понедельник подошел к концу. Окей, мы знаем, что в среду утром починят... Хорошо. Промолчать. Внизу переливаются умирающие огни города. Медленно, словно серебристые облака, отражаются они в линзах его очков. Лейтенант смотрит на тонкую сигарету, додумывая... А, подумывая, чтобы затянуться ей снова. Над головой лейтенанта пролетает аэростат, протянув к земле щупальца своих прожекторов. Свет отражается в очках Ки Цураги. Ки Цураги. Мне пора бы научиться правильно произносить его фамилию. Когда он смотрит наверх, здесь две сияющие линзы. Наконец-то затягивает сигареты и произносит нас здесь действительно не любят. А что говорит этот пацан Куно? На материке все не так. В джемроке, в РГП. Что с ними не так? Мы сами виноваты. Бросили тут все на растерзание своре собак, профсоюзы, компании. Это район словно сирота, которым мы боялись навещать почаще. Непрекаянный, завалившийся за подкладку, затерявшийся между двумя машинами нашими участками. А что там? Он смотрит на темный силуэт всадника, видневшегося в ночном небе, и отвечает «Этим городом управляем мы. Все, что к западу от реки, от реки земли РГМ». «Это чрезвычайно тяжело. Люди это качают головой. Однако у нас все под контролем. Оно того стоит. Организация функционирует, наша система функционирует. В противном случае город развалился бы на части. Надеюсь, наше расследование поможет улучшить ситуацию, или по крайней мере принесет хоть какие-то результаты хорошие. «Я тоже», тихо соглашается он, «Но вряд ли стоит ждать каких-то координаций кардинальных изменений на нашем веку». «Он очень устал, но темные круги под глазами делают его только моложе». «Спасибо!» «30 экспы, кстати, очко навыков получено». «Не за что, здесь становится холодно, идемте». он тушит сигарету и смотрит на дверь завершить беседу. Пойдем, дружище. Так, у нас очки навыков, кстати, приехали, да? Нету ли у нас еще одной мысли, которая нуждается в подпитке? Есть. Разблокируем и усвоим. Так, других мыслей у меня пока что нету. Способы костного налогообложения. А что ты мне дашь? Хладнокровие время исследования 2 часа. Может быть, не знаю, а утром? Вряд ли оно будет утром. Я пока трачу очки, может быть, я не прав, возможно, стоит тратить куда-то сюда, но ладно, посмотрим. пойдем, дружище. Пора завершать этот день. увидимся утром. Да, давай, до встречи, дружище. Пока. А, теперь это его номер будет, да? пойдем в зеркало глянем. Энциклопедия опасно 13 нырнуть в пучины разума в поисках источника гримасы. На стене ваше висит зеркало, в нем отражается твоя рожа с налипшей гримасой. Электрохимия 8 техника сложно. Давайте в энциклопедию заглянем. Хм. Это что-то из новой эры 3 десятилетия нынешнего века. Я с провала революции прошло достаточно времени, чтобы нам не надо показалось, будто свободный рынок идеальная объективно лучшая форма бытия. Так. Все было хорошо, как по маслу. Люди красили интерьеры и фасады в золото с шампанским. Это назвали новым стилем, но главное случилось диско. Забудь о ostentatious orchestrations для ревошоля твоего города. Диско синонимично имени Гиома Лемиона. Слышите рифы, миссир? Из сверкающей круговерти диско музыки из open air в западном ревошоле выныривает на экран блондинистая грива Гиома. Он поет какую-то чушь, а потом корчит гримасу. То есть я скопировал ее? Зачем? Ее все обожали. Может ты решил, что немного звездной пыли осядет и на тебе? Может и правда осела. Ну да теперь все ушло. Осталось только перекошенная рожа. Я еще когда ее делаю чувствую позыв подсокать языком. Цок-цок. Под цоканем лошадь погоняют. Еще оно неоднократно звучит в мегахите Гиома Лемиона Don't worry you pretty little head. иногда ты прибавляешь к этому пистолеты из пальцев. Ты же в отличие от Гиома Лемиона офицер полиции. Такой стильный изящный способ сказать я вооружен и опасен. Как давно была новая эра? Между сегодняшними моментами тем, когда гримаса тебе или еще кому-нибудь шла бескрайний океан времени. По календарю 20 лет человечество с тех пор расшиблась арифы. Пришли другие миры гримаса ископаемая. А еще что-нибудь вынырнет? Такого типа кто я такой? Почему стал копом? Почему упился до потери памяти? Ты немного знаешь новейшие истории диско-музыки и всякие отрывочные факты, но вместо эпизодической памяти по-прежнему мрак. Может он и вовсе не вернется. Ты будь готов. А как он связан ostentatious orchestrations не особо просто о-о видимо освежила тебе память и вообще они скорее диско-рок ладно понял достаточно новая мысль блин 28 у меня электромеханика поднялась кстати достаточно если захочешь сюда можно еще немного попускать слюни ноги моего улыбку звонкую и тупую как пробка от шампанского может и звездная пыль вернется у нас поднялись шансы давайте рискнем да неудача ладно поздно гримаса впечаталась твою первичную двигательную кору как картинка в кинопленку чтобы ее прекратить потребуется небольшое невологическое чудо пока оставить зеркало в покое на 3% я даже пробовать наверное не буду так карта мы что-то узнали джем ох ты ладно кстати карта хорошо отображается у нас есть гемлимьен голова в облаках но у меня нету очка опыта чтобы закинуть эту мысль на обдумывание хорошо это на самом деле сейчас не особо важно ребят давайте на этом моменте закончим поскольку мне сейчас кажется когда мы ляжем спать перед сном у нас еще будет некий диалог с собой возможно во сне нам что-то приснится поэтому я предлагаю на этом серию закончить пойти спать уже в следующей серии так что можно считать что день завершен спасибо что были с нами всем удачи добра добра увидимся в следующих сериях всем молодушек и всем покеда субтитры